Труженикам тыла квартиры, новорожденным подарки. На заседании общественной палаты под председательством Сергея Семченко обсуждали, на что потратят полтора миллиарда рублей президентского гранта. Самарская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе и стала одной из лучших в России по реализации национальных проектов в 2019 году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к населению и общественным организациям с просьбой определить наиболее приоритетные направления для распределения этих ресурсов. Общественная палата городского округа Самара уже рассматривали этот вопрос с учетом уже выявленного общественного мнения, развернулась дискуссия и в основном, как вы были свидетелями, члены общественной палаты поддержали предложения, направленные на поддержку ветеранов в различных сферах, на оказание помощи по разным социальным категориям, которые нуждаются в государственной поддержке. Члены палаты предложили направить средства на поддержку ветеранов и дружников тыла, молодых семей, ремонт универсальных спортплощадок. Председатель комиссии общественной палаты Самара Алексей Чигенев считает, на деньги гранта нужно дополнительно обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родители. А художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Михаил Щербаков предложил приобрести музыкальные инструменты и звуковую аппаратуру для ведущих концертных коллективов города. Обсудили и план работы общественной палаты на 2020 год. В частности, особое внимание было уделено общественному контролю за реализацией национальных проектов. Сейчас мы хотим более тесное взаимодействие делать с населением, не только в плане мониторинга членами палаты, формированием рабочих групп при комиссиях, для того, чтобы вовлекать общественные советы, советы микрорайонов в наших районах города для выработки отдельных вопросов. В течение года пройдут общественные обсуждения по вопросам доходной части бюджета городского округа Самара. Речь пойдет о пополнении бюджета налогами с физических лиц, благоустройстве городской среды, социальной поддержке ветеранов боевых действий, содержании городских дворов. Елена Малютина, Константин Головин. События.